Цена 1690 рублей, экономия 3177-319, номер лота. Вы знаете, мне само название лавинья напоминает слово love, любовь. Мне кажется, вот такие сапожки, конечно, тут же внушают любовь их владелицы. Оксана, давай с тобой разбираться. Ты знаешь, мне сначала показалось, что это ботинки очень известного обувного бренда. Ну, не будем его называть. Ну, там было два нолика снизу еще, понимаешь, это было не 1690, а 16... Да какое там, 160 они могут иногда порой стоить. Давай разбираться, чем особенность этих сапожек. Ну, во-первых, конечно же, форма. И вы прекрасно понимаете, что это классика, которая себя не исчерпает никогда. Во-вторых, это база. Это та самая базовая вещь, которая вам послужит не один сезон, и вы всегда будете модны и актуальны в этой обуви. Здесь нет ничего, что могло бы как-то испортить ваш образ, который вы составите. Однозначно это будет хороший акцент. Более того, мне нравится, что здесь нет никаких излишеств в плане украшения. Это очень, как сказать, привлекательное вот этот полуколечко сбоку. Голенище и молния, которые по цвету совпадают. Цвет просто шикарный изделий. Иногда цвет вообще является ключевым моментом в выборе обуви, да, в ее покупке. Это цвет жареного миндаля, и это просто умопомрачительная вещь, которую вы будете сочетать и с денимым синим цветом. Если вы предпочитаете серые брюки, серые джинсы, это вообще сногсшибательное сочетание. Если вы еще добавите горчичный верх, пальто горчичного цвета, или же, например, совершенно какого-то невероятно активного рисунка, или принта пальто, или очень активные и интересного рисунка аксессуары, то это просто будет, ну... Ну вот смотри, на вере сейчас такой ярко-фиолетовый шарф. Отлично он оттеняет наши полусапожки. 41-й размер попадает в ограничение. 36-й размер закончился полностью. Вы делаете правильный выбор. Оксан, я еще заметила, что у Веры ножка очень приятная и красивая полноты, но она себя чувствует там очень комфортно. Да, комфортно, и даже голенища, вы видите, достаточно широкая. А вы знаете, что обувь с широким голенищем в этом сезоне является трендом. Ну, с одной стороны, это и отсылка к 80-м, да и вообще, это, в общем, та самая классика, которая, в общем, себя не изживет. Более того, если вы надеваете обувь с более широким голенищем, то ваша ножка внутри становится какой? Более хрупкой. А нам всегда хочется показать вот эту свою, ну, женственную хрупкость. Женственность, конечно, нежность. Давайте мы теперь посмотрим объем голенища, который составляет 31 сантиметр. Ух ты! И это просто здорово, потому что плотные колготки вы наденете и не будете испытывать дискомфорт, даже если у вас полная ножка, и в щиколотке она полная, и уже как бы в подъеме к середине голени. Ну, и помимо того, что здесь хороший объем голенища, здесь еще и хорошая высота. То есть это же не ботильончики, которые коротенькие, да, это уже такие полноценные полусапоги. Поэтому 12 сантиметров по заднему шву до мягкого канта. Поэтому опять все то, чем вы будете утепляться зимой, разместиться с комфортом. Более того, вы знаете, что гетро в этом сезоне является актуальным аксессуаром, поэтому если вы предпочитаете носить гетро, то его тоже, безусловно, наденете и абсолютно с комфорта, ничего давить не будет. А я сейчас заметила, что внутри аксессуар, потрясающая баечка такая, леопардовых оттенков, и каблук здесь тоже есть. Скажи, пожалуйста, каблук не отваливаться, если я вдруг, допустим, зацеплюсь за что-нибудь? Ты знаешь, нет, потому что у нас каблук здесь формованный или цельно литой, по-другому, соответственно, он не отдельно приклеен, и это очень важно. Потому что действительно иной раз на ступеньку запнешься, или какой-то камень, или в общественном транспорте, в метро, например, разные бывают ситуации. Вот я всегда обращаю внимание на каблук для того, чтобы он был именно в единстве с подошвой, именно формованный. Здесь он присутствует, это круто. Более того, у нас сама по себе подошва имеет вот такой вот протектор, что тоже является трендом, и они выглядят классно. И это опять сочетание женственности и мускулиности является трендом, который, ну, всегда будет актуальным, потому что обувь, которая напоминает слегка мужскую, она нас делает еще более утонченными, еще более беззащитными. Нас так хочется носить на руках. Ну, конечно, мужчина будет носить на руках любую женщину в таких полусапожских женских лавине. А когда ваш муж узнает, за сколько вы их купили, он скажет, любимая, купи еще 10 пар. Потому что за 1690 рублей в магазинах такой обуви просто нет вообще. Да, более того, смотрите, они у нас шикарны, безусловно, по своему внешнему виду, но и внутри также присутствует великолепная подкладка, мы до нее сейчас обязательно дойдем. Но прежде давайте полюбуемся еще нашей Веры и образом, который составили наши стилисты, и Вера сейчас демонстрирует. Что мне нравится? Мне нравится, что здесь появляется женственная сумочка небольшого размера кроссбоди через плечо на одном ремешке, и она просто в унисон с нашими ботинками. Мне нравится, что Вера подбирает яркий аксессуар, причем, заметьте, перчатки абсолютно не сочетаются по цвету с фиолетовым ярким шарфом. Но все это очень гармонично. Это доказательство того, что с такими базовыми полусапожками вы сможете прекрасным образом сочетать самые яркие и любимые аксессуары, которые, быть может, у вас давным-давно лежат на полке, пылятся, и вы не знаете, чем их носить. Доставайте, надевайте с этой обуви, и на вас обязательно обратят внимание. Совершенно потрясающие полусапожки. 37-й размер, кстати, тоже уже у нас скоро попадет в ограничение. Там немного пар остается. 41-й уже загорелся красным цветом. Что это значит? Это значит, что его очень и очень мало остаются. Редкие размеры в магазинах. Они стоят в 2-3 раза дороже от базовой цены. Сейчас мы с вами не будем переплачивать. Мы заплатим всего лишь 1690. И посмотрите, какая красивая, фантастически прекрасная изнанка. Такая изнанка, конечно, нас радует.